продолжаем изучать географию сегодня у нас 4 параграф география 10 класс тема ископаемые ресурсы рассмотрим 6 основных под вопросов 1 земная кора и минеральные ресурсы 2 горючие ископаемые 3 под вопрос структура мирового потребления энергоресурсов 4 рудные ископаемые 5 под вопрос нерудные полезные ископаемые и 6 вторичные ресурсы а также охарактеризуем металлогенные рудные пояса нашей планеты их три это тихоокеанский металлорудный пояс планеты средиземноморский и уральский и так какая же оболочка земли содержит практически все минеральные ресурсы что является фундаментом современной энергетики что представляют собой металлогенические пояса земли то есть собственно вот эти три направления рассказа и дадут нам ответы на вопросы об ископаемым ископаемых ресурсах первое что мы рассмотрим это земная кора и минеральные ресурсы практически все минеральные ресурсы извлекаются из земли из земной коры полезные ископаемые формируются в земной коре в результате природных процессов происходящих на протяжении десятков а то и сотен миллионов лет общее количество любого элемента в коре даже до глубины десяти километров то есть до условного предела доступного для изучения человеком с поверхности десять тысяч метров остаются астрономически большим на это не свидетельствует о высокой обеспеченности человечества минеральными ресурсами почему да потому что разработка глубоко залегающих или распыленных ресурсов очень дорого стоит химические элементы в земной коре залегают неравномерно однако некоторые из них в силу геологических процессов иногда встречаются в виде локальных скоплений что позволяет говорить о их месторождения то есть говорить о месторождениях минеральных ресурсов причем если содержание железа в месторождениях достигает 70 процентов и более то распространенность например редких металлов земной коре настолько мала что даже для рентабельной их добычи иногда достаточно иметь содержание полезного вещества в сотые а то и в тысячные доли процента рентабельность это полезность то есть что затраты окупятся с лихвой то есть плюсом с прибавкой а не уйдет в убыль горючие ископаемые сделая заключение о сказанном ранее мы отметим что земная кора содержит практически все минеральные ресурсы но для эффективной добычи полезных ископаемых необходимо высокая концентрация полезного вещества и приемлемые условия их залегания современная энергетика прочно опирается на ископаемый фундамент то есть это нефть газ и уголь эти ископаемые имеют органическое происхождение и их месторождения приурочены к окраинам и прогибам древних платформ в мире известно более 600 нефтегазоносных бассейнов из которых эксплуатируется примерно три четверти на мировой карте полезных ископаемых видно что основные запасы нефтегазового сырья находятся преимущественно в северном полушарии на него приходится и основная часть запасов углей многие специалисты полагают что с учетом всех трех категорий запасов топлива то есть какие это три категории это первая категория разведанные запасы топлива второе раз возможные запасы топлива и третья категория вероятные или вероятностные запасы топлива вот так вот специалисты полагают что угля хватит на планете приблизительно на 400-500 лет нефти природного газа и урана не более чем на 50 лет ну самые оптимистичные прогнозы это на 50-70 лет эти цифры постоянно конечно же корректируются с учетом геологических открытий и изменений методик подсчета размещение горючего ископаемого в целом совпадает с географией его добычи хотя отдельные страны например Соединенные Штаты Америки законсервировали свои ресурсы а используют месторождения за рубежом а некоторые слаборазвитые страны еще не в состоянии приступить к полномасштабному освоению своих природно-ресурсных залежей то есть своего природно-ресурсного потенциала поэтому они отдают это на откуп Соединенным Штатам Америки мировое лидерство в добыче нефти принадлежит Саудовской Аравии России Соединенных Штатов Америки и так мировое лидерство в добыче нефти принадлежит вот порядке убывания Саудовской Аравии на первом месте затем России и Соединенным Штатам Америки а природного газа России на первом месте Соединенным Штатам Америки и Канаде потенциальные запасы природного газа в России превышают 200 триллионов кубических метров то есть 35% мировых запасов с учетом месторождения морского шельфа принадлежат Российской Федерации потенциальные запасы нефти в России оцениваются более чем в 20 а по оптимистическим прогнозам 25 миллиардов тонн доказанные вероятные в 11,5 миллиардов тонн то есть около 10% общемировых запасов основные горючие ископаемые таким образом это нефть газ и уголь это важнейший источник топлива и сырья для мировой экономики потребность в них растет очень быстрыми темпами каковы же рудные и ископаемые добыча руд растет примерно на 40% каждые 10 лет при этом металлы извлекаются из недр на непропорциональной их доле в литосфере так потребление меди в мире занимает третье место после железа и алюминия а ее запасы меньше запасов этих металлов 500 а то и в тысячу раз это говорит о том что существует опасность выработки технически доступных месторождений некоторых цветных металлов самыми величайший рудный пояс земли это тихоокеанский его протяженность более то есть выше 30 тысяч километров в его недрах содержатся колоссальные запасы меди золота свинца цинка сурьмы висмута и других металлов и минералов среди других поясов которым приурочены значительные рудные ресурсы это средиземноморский и уральский из крупных производителей чугуна и стали лишь Россия Канада Бразилия Китай и Украина полностью обеспечены железной рудой в то время как Япония Германия и даже Соединенные Штаты Америки в немалых количествах возят ее богатых месторождений руд цветных металлов в мире не так уж много почти 9 десятых запасов бокситов находятся в Африке это Гвинея Мали Камерун а также в Латинской Америке Бразилия Ямайка Суринам Гаяна и немного в Австралии еще более сконцентрированы рентабельные для освоения месторождения медных руд США Канада Чили Замбия Заир Перу Китай и Россия основными потребителями цветных металлов являются высокоиндустриальные страны Огромный резерв металлов сосредоточен в металлическом ломе то есть во вторичных ресурсах Так например в Финляндии используется 90% имеющихся ресурсов металлического лома В России же не более 25-28% Неруд Нерудные полезные ископаемые Нерудные полезные ископаемые широко используются как сырье для химической индустрии промышленности строительных материалов и других отраслей Кроме углеводородных ресурсов среди нерудных ископаемых выделяют химическое сырье строительные материалы и техническое сырье например алмазы графит и другие Сису главных видов химического сырья традиционно относят фосфаты это апатиты и фосфориты калийные соли натриевую селитру и самородную серу последняя имеет много областей применения но около 40% ее используется для выпуска суперфосфата сульфата аммония то есть для сельского хозяйства это удобрение химическое удобрение крупные промышленные концентрации фосфора в природе образуются при магматических процессах то есть месторождении апатитовых руд и в результате биогенной эмиграции элемента месторождения фосфоритов основные центры добычи природных фосфатов находятся в США Китае Марокко России Казахстане на эти 5 стран приходится более 75% мировой добыч причем в качестве главного экспортера фосфорита выступает Марокко крупным экспортером сырья для производства фосфорных удобрений является Россия примерно 75 и даже 80% калийных солей добываются в 4 странах мира это в Канаде Германии Белоруссии и России к нерудным ископаемым относятся также строительные ресурсы это песок гравий дробленный строительный камень различные разновидности глины и другие что нам необходимо запомнить прежде всего такие понятия как металлогенные или металлогенические рудные пояса а именно тихоокеанские средиземноморные средиземноморские уральские рудные пояса а также вторичные ресурсы что также необходимо знать первое основные месторождения нефти в мире где сосредоточены во вторых какие наиболее крупные рудные месторождения сосредоточены в рудных поясах третье какие основные центры добычи фосфоритов находятся в мире в четвертых как объяснить выражение геологов что сегодня приходится идти все дальше и копать все глубже поясните в пятых как менялись на протяжении истории человечества состав и масштабы используемых минеральных ресурсов показать на примерах спасибо за внимание до скорых встреч встреч Субтитры сделал DimaTorzok